Спасать людей в самых непредвиденных ситуациях может далеко не каждый. Ведь для этого надо обладать определенными качествами, главные из которых – спортивная подготовка и психологическая зрелость человека. Чтобы нагляднее объяснить будущим спасателям, что представляют собой будни сотрудника МЧС, в нашем городе есть специальная секция. В ней ребята усиленно готовятся связать свою дальнейшую жизнь с такой рискованной и экстремальной профессией, как спасатель. Правда, есть и те, кто занимается для себя. Дениса Крештопика привлек в пожарно-спасательный спорт некий романтизм, как он сам об этом говорит. И тот факт, что во время тренировок задействованы все группы мышц. Ты занимаешься этим для себя или все-таки связываешь это с профессиональным будущим? Ну, я занимаюсь для себя этим спортом, как он мне очень нравится. Мне нравится соревновательная программа, участвовать в этих соревнованиях. Тут получается смешанный вид спорта, как есть и индивидуальные конкурсы, так же и командные. Которые очень интересно поддержать команду в трудную минуту, выступить вместе с ней и порадоваться, когда получится. Ну и огорчиться и сделать лучше, когда у тебя ничего не получится. Здесь мы отрабатываем два упражнения. Это 100-метровая полоса с препятствиями и подъем во второе окно учебной башни по штурмовой лестнице. Эти соревнования проводятся для популяризации пожарно-спасательного спорта, развития здорового образа жизни. Ну и прививание молодежи, любви к спорту, к здоровью. Ну и определение лучших спортсменов, подготовки к областным соревнованиям по пожарно-спасательному спорту. Как и в любом виде спортивной деятельности, в пожарно-спасательном спорте тоже есть свои определенные упражнения, помогающие стать настоящим спортсменом, способным вытащить из огня человека и при этом быстро реагировать на ситуацию. Одно из упражнений, где участники соревнования смогли проверить свой дух и силу воли – подъем по штурмовой лестнице. Младшие участники форума поднимались на первый этаж учебной башни, а ребята постарше преодолевали более опасную высоту. Поступил в Гомельский инженерный институт МЧС, при этом все занимался пожарным спортом. Начал тренироваться со взрослыми, со взрослой командой города Бреста. Потом уже устроился на работу в МЧС, в городской отдел по чрезвычайным ситуациям. Вот тренируюсь за сборную Бреста, по пожарному спорту, за взрослую команду. Подобные соревнования проходили в нашем городе и прежде, но такое количество участников, а их около 60, задействовано впервые. Это говорит о том, что пожарно-спасательный спор становится все более популярным. А это значит, что в Бресте есть достойная база будущих спасателей.